Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео расскажу об ошибках, которые делают отчередающие водители при начале движения на экзамене ГИБДД. Разнообразные ошибки на самом деле умудряются делать ученики при начале движения на экзаменах. В основном, конечно, это ошибки, связанные с волнением. То есть ученик просто забывает что-либо сделать. Все ошибки можно разделить на два вида. Первый – это ошибки, которые появляются при подготовке к началу движения. И второй – это ошибки, которые появляются при выполнении самого начала движения. Существует у инспектор бальной системы оценки. За каждое нарушение он вам ставит баллы, и при наборе 5 баллов экзамен можно считать не сданным. Существуют грубые ошибки по 5 баллов, средние ошибки по 3 балла и мелкие ошибки по 1 баллу. То есть если смотреть на ошибки, которые связаны с подготовкой к началу движения, то сюда можно отнести непристегнутый ремень. За это вам поставят 3 балла, то есть если вы не пристегнулись и начали движение, 3 балла у вас будет. Если вы, допустим, не включили ближний свет фар, то поставят 1 балл. За то, что вы, допустим, не настроили сидение, конечно, вам штрафных баллов не поставят, но, соответственно, вам будет некомфортно управлять автомобилем. По поводу зеркала, если говорить, то, в принципе, 1 балл вам могут поставить, если вы ими не пользовались. Поэтому, в принципе, при подготовке к началу движения все-таки лучше их настраивать и покрутить, хотя бы, чтобы было инспектору понятно, что вы приложили усилия по настройке зеркал. Если говорить об ошибках, связанных по началу движения самого, разнообразные нарушения умудряются делать ученики. И в прошлом видео я давал именно алгоритм действий, что должно, зачем следовать. Как я и говорил, что первое, что вы должны сделать, это оценить дорожную обстановку. Оценивается она в каком плане? То есть вы должны спланировать начало вашего движения сначала. Бывают случаи, когда предыдущий ученик, допустим, припарковался вплотную к другому автомобилю, и вы при начале движения не вывернули руль, допустим, и инструктор вмешался, чтобы вы не въехали впереди стоящий автомобиль. Также бывают ситуации, когда ученик при начале движения начинает его не прямо, а наворачивает руль влево и начинает движение сразу на соседний ряд, перекрывая причем там дорогу. Хотя можно было тронуться просто прямо. Или бывает, допустим, другая ситуация, когда прошлый ученик припарковал автомобиль и колеса направил в сторону бордюра. То есть вы сели за руль, завелись, поехали и упираетесь в бордюр. Инспектор вам может смело стоять 5 баллов за создание аварийной ситуации. После того, как вы оценили дорожную ситуацию, соответственно, можно приступать и к началу движения. И первое, что вам нужно сделать, это включить передачу. То есть вы первым делом должны подготовить автомобиль к началу движения. Как только автомобиль подготовлен, потом можно убирать ручной тормоз. Почему именно в такой последовательности? Были случаи, когда ученик, прежде чем включить передачу, убирал ручной тормоз, и автомобиль скатывался. Соответственно, инструктор нажимал на тормоз, создавалась аварийная ситуация, и ученик получал 5 баллов. Поэтому лучше сначала включить передачу, потом разблокировать задние колеса, убрать ручной тормоз, но при этом нужно нажать на тормоз ножной, чтобы никуда не укатиться. И после этих действий уже включается поворотник левый. Убеждаемся в зеркало, что никого нету, и только после всего можно начинать движение. Если говорить о поворотнике, почему он включается, можно сказать, в самый последний момент, как правило, при сдаче экзамена сзади едут автобусы или другие инструктора, которые при виде вашего поворотника, они начинают отжимать, прикрывать, так сказать, вас, чтобы вы смогли спокойно выехать. Поэтому, если вы включите поворотник, а потом начнете включать передачу, убирать ручник, то есть производить подготовку к началу движения, соответственно, они перекроют вам обзорность, и в зеркало вы уже ничего не увидите. Поэтому я рекомендую включать поворотник в последний момент, еще раз убеждаться, чтобы была видимость, и только потом уже начинать движение. Если говорить по поводу ручника, то тронуться с включенным ручником – это один балл. Но это один балл в том случае, когда вы сразу поняли, что вас что-то держит, да, и его убрали. Если вы едете на ручнике, соответственно, обычно инспектор задает вопрос, все ли у вас нормально. Ну, соответственно, если вы отвечаете нормально, то на этом экзамен у вас заканчивается, потому что это уже создание аварийной ситуации. То есть движение с включенным ручным тормозом – оно запрещено. Невключенный поворотник или позднее включение приведет вас к 3 баллам и к 1 баллу. То есть если вы тронулись и не включили ничего, 3 балла вам обеспечено. Если вы начали движение и одновременно включаете поворотник, то, скорее всего, инспектор вам поставит 1 балл за позднее включение поворотника. Вот. Ну и бывает, ученики допускают мелкие нарушения, это не включение, допустим, ближнего света, это 1 балл. Вот. И когда ученик заглох. То есть когда ученик заглох, это тоже 1 балл. И тут вот очень важно ученику понять, почему он заглох. Были случаи, когда, допустим, при включении, да, начинающий водитель включал третью передачу и 5 раз пытался с нее тронуться, то есть, соответственно, это сразу будет не сдача. Поэтому, если вы заглохли, не надо паниковать, то есть первым делом проверяется передача, включается первая и движение начинается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова